финал нижней сетки 22 эстете турнира cypher против чейна на выступает в этом best of 3 ребят добро пожаловать но давайте будем посмотреть раунд начнется через поехали ребят аккуратней пытается не дать голене рельсам небольшой штраф но все-таки пробрел головушку неплохо размена рельсы шафта на ракету произошла и полярно поменялись поднимаемые айтемы ближе миги сейчас чейн хэви армору cypher так но скоро начнутся драки и подлове ребята где они начинаются сейчас практически одновременно поднялись хорошо почему нельзя долго в без внимания оставлять голену ребятки спросите вы меня а я вам отвечу всегда когда ее без внимания оставляешь она начинает сыпать тотемы но прекрасные выстрел ребята лишает голену жизни так удалось поднять на сплэшах и рельса переключилась вовремя ну классно фееричный первый фраг для чейна а это уже дорогого стоит триммер спасибо большое тебе за информацию братец приходи вдруг чего всегда буду рад пообщаться приходи пожалуйста да всего хорошего так ребятушки слушает подъем миги чейн стекта у него есть лёгонько так немножко пробрел но гордена прошла тотемом подлечилась и приходится отдавать позиции на хэви арморе до голени он достается ух но не без штрафа уходят оба из оппонентов так чейн что же делать слушая там что действительно можно вот так вот запрыгнуть на эту тэшку кто знает ребята есть возможность у вас написать где правильно там под лайками которые вы уже поставили в комментариях верно а его кирбайтер ребята на изи прострел расстрел чейн как мы видим дико хранит тот фраг который у него уже удалось заработать одновременно поднятые айтемы говорят о том что он собирается всячески предоставить образы с проявления ребята время так скажем выступление голен и время для ее перформанса предъяви что-то а я тебя уже промодерирую говорит чейн так и поступает разменялись поэтому слышал голену заходит на атаку снова уходит лёша сайфер не может прикоснуться давайте посмотрим за алексея добавим ему немножко сил ауры ребятки дабы догнал этого плюс бэчного вот он ты мой мальчик вообще блин к сожалению ребята к сожалению как так получилось непонятно раз за счет дракожам по выходит голена но тоже не слабо хп потерял чейн на пару ракет но у голены там совсем плохие дела сегодня сайфер уже хвалил верхней сетки чейна даже были надписи по поводу в л-плей ребята по моему 21 сайфер обыграл чейна осталось по верхней вот но сейчас есть все шансы например забрать а руины очень на окей как-то все сосредоточено так все но легенько непонятно что происходит да не на принципе это понятно плюс бэч и чейн пытается догадать его сайфер и оба не торопят события ждут каких-то очевидных ошибок например вот эта рельсочка очень пагубно сказывается на сайфере и подобной степень развития как у него было за этого минуты через полторы а то и больше ребята пп пишет сайфер полный как бы ну или гг на спин говорит сайфера что по пингу 43 на 88 вот это гг первую карту руины забирает чейн вот такие истории ребятки бывает ждем следующую 1 0 на ваших экранах и сайферу надо чтобы выиграть в этом парочку ребята парочку забирать а чейну только лишь одну карту только лишь одну братцы покуха с ракетой уже нападает рейнджеры вы видели как он задом атвансив дабы сайфер не попал в него рельсу интересный такой забавный момент есть неплохой штраф 57 это мне кажется начало первого конца для рейнджера нет соточку хп успел нажирать улова 63 ну куда ж ты ребят и звезли за такими условиями конечно никто еще никогда не уходил прекрасно блин неплохие штрафы за работа первый фраг сайфер переходит в некую точно такую же легенькую за сушку игры как и чейн хорошие еще молодец еще да ребят это второй фраг уже поувереннее с двумя фрагами преимущества конечно будешь себя чувствовать выходит так а трой миг и сайфер и Продолжение следует... Спокойненько. Совсем чуть-чуть хп остается у Чейна, ребята. Конечно же, он не будет претендовать на подъем красного. А Сайфер забрал хэви-армор. Спокойненько. Легенько переходит. Взаем миги и фраг Чейна. 3-0 на экранах, ребята. Что же делать с этой чертовкой Никс? Ну а мы, ребят, возрадуемся. Шансов получить счет для Сайфера 1-1 уже намного больше, нежели 3 минуты назад. Хух, ребят, хух. Молодец, маэстро! Ну, как всегда, из инвиза. Молодец, мой мальчик, ну лянь. Хорошо, Леш, я вот хотел, чтобы ты так сделал, и ты сделал. Я прям как, ну, поняли, скорректировал прям. Скорректировал его движение. По крайней мере, мне хотелось бы так думать, ребят. Пятая минута стартовала. Осталось, если бы знал Сайфер, что так развиваться событие будет, конечно же. Энвиз свой использовал немножко в другую сторону, но вот он фраг от Алексея. Практически. Осталось 5 минут. Размен по рельсочкам. Да надо уже, надо уже, ребят, немного не кси, конечно же, уходить в плюсбэк, что, в принципе, и делает Алексей. Шафт. Какая-то такая фейковая сфера была. Но она, в принципе, сохранила жизнь Чейну. Никак по-другому. Первый Хэви, вторая Мега. Неспешно месяц. Опа! Но тут труба. Потрясный фраг, ребята. Еще одна рельсочка. Заносит для Сайфера. Шестой фраг. Чейн недолго думает, делает второй. Но еще четыре впереди надо. Еще четыре. А время-то тает. Три с половиной минуты осталось. Шесть-два. Еще нужно проделать колоссальнейшую работу, учитывая то, что у Никс имеется обилка. Это вникает за... Ну, учитывая Сайфера, обилку, Никс и все эти обстоятельства, оставшееся время, невозможно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На соточку только что ляпнуло, ребята. Ляпнула ракетушка. Уф. Ну, крепенько делают. Базару ноль. Теперь по-реальнее стал камбэк. Три фрага. Осталось это уже не пять. У них здесь сейчас нет... Абилити. Как же читает обстановку. Ребятки, прям наблюдает за тем, что думает противник. Согласны? Молодцы. Такие дефраг ускорения умеет чейн. О, хорошо, хорошо. Хорошая рельсишка. Всего лишь один хп остается у Сайпера. Будет ли догонять? Пытается. Но как же рьяно уходит в Никс, ребята. Алексей явно почувствовал необходимость аккуратной игры. Уже геройничать тут не стоит. Лучше просто забрать свою победу. Отбегает, наверное, 1-1. Тоже уверен, в принципе, в этом, Максим. Просто уверен, братец, в этом. Чейн покидает матч. Да, ребят, не стал доигрывать. Это джи-джи. И это 1-1. В финале нижней сетки сейчас будет решающая карта. Ждем-с. Ждем-с. Вот именно на ДМ-6 закончится финал нижней сетки эстоте турнира номер 22. Быстрая и юркая слэш. От Сайпера будет сражаться против Чейна на Вайзере. Вот так вот. Там он начнется через. Желаю удачи Алексею, ребята, Сайперу. Желаю удачи, братец. Покажи нам класс. Опа. Вот так вот. Небольшой, ребята. Небольшой проскок. Легенький проскок демонстрирует Сайпер. Забрал желтый, забрал красный, забрал Мегу. Чейну удалось стащить рельсу. Ничего с этим не попишешь. Первая полуминутка фрагов не дала, но следующий цикл айтема как-то расставить все на свои места, мне кажется. Ух, неприятная рельса. Нашел все-таки эту точку. И Сайпер догадывается, а чейн делает на данный момент. А именно я говорю о дилее между красным и Мегой. Время есть, ребят. Надо защищать следующий красный. Ууу, ляпнули рельсы. Приходится уходить в плюсбэк. Уходить в плюсбэк значит отдавать позицию на красном. Нажимает опилку Вайзор. Понимает сейчас Сайпер, что опоздал на красный. И только сейчас Мега. Да, ребят. Подловил на позиции чейн. Не думал Сайпер, что этот Вайзор будет продолжать эту атаку. Думал, что все-таки Мега будет для него приоритетнее. Но щитка на щитку, ребят, не удалась. Много дамага пришлось на чейну, но даже после этого поднял красный. Сохраняет стэк 100-100 неплохой для того, чтобы повоевать за Мегу. Чудесные ракетки, особенно та, которая была прям по выходу с джампада, ребят. Прям по выходу из него. Часики достаточно неплохо. Регенерация пилки у Вайзора. Это, конечно, порой дает очень сильное тактическое преимущество. Вот такое, например, ляхни рельсочку. Не получилось. Слишком долго держал этот заряженный шприц. Хорошо. Тяжело. Снова штрафует на подъеме, на подходе, вернее, Сайфера, ребята, снова штрафует, заходит Сайфер очень нагло. Пара секундами и лишь наглостью Сайфера удается забрать эту мегу. Только что словил себя на мысли, что просто именно ошалел от интереса, наблюдал за матчем и поэтому молчал. Представляете? Словил такой, блин, как много халявы наловился. Красивейший рейл от Сайфера, мне кажется, он судьбоносный. Красивейший, контроль меги. Леша, души его, пожалуйста, для нас, для квейкеров. Сделай. Вайзер хитер, конечно, просто так не открывается под линией атаки. Алексей, сохраняя контроль основных айтемов, продолжает атаку. Мега лежит. Мега-желтый. Хороший! Лишь по румновине нужно для того, чтобы слэш приблизиться к длительному расстоянию. К вайзеру. Получится ли сейчас? Да! Сюда, мой дорогой, сюда! Несмотря на полученные ракеты, Сайфер сравнивает счет по картам. Знал тайминг вайзер. Мы, как видим, очень эффективно удалось отстоять мегу. И сейчас его стэк значительно превышает стэк Алексея. Следующий красный. Он через пару секунд в качестве обманного маневра. Алексей только что забирал желтый. Хорошо. Вайзер отпустил красный, ребята. Теперь появился стэк и возможность вылететь на мегу. Поехали, Леш! За квейк! За комьюнити! За эйр-волну! Пошел именно душить супостата! Ша-а-а! Подойди сюда, братишка! Подойди! Ша-а-а! Абьюзим респаун! Вот здесь вот желтенький. Выезд на красненький. Опа! Потом, потом, попозже. Давай, красненький. Понизу! Поверху, ладно! Пошел именно. Красивые ракетки летят, ребят. Очень точные, профессиональные. Уходит Чейн. Но атака остается, ребят. Чейн уходит, а Сайфер-то с атакой остается. Очередной желтый, выход на красный. Боже мой, он попал в сотку, ребят, с такого угла! Охренеть! Это просто умопомрачительная ракета, ребят. И учитывая то, что это было сделано по слуху, потому как обилка вайзера только сейчас была задействована, вот. Это охрененный лак, вообще, ребята. Корабельный. Ну, я имел в виду удачу, вы все поняли. Красивая рельсочка, ты мой молодец! Ты наш Сайфер! Души супостата! Нет, не получилось! Две с половиной минуты! Ляпнуло! Ляп! И подойди сюда! Ну, у самого немного хп. Ребята, надо выходить. Желтый там сверху. Пара секунд, амиги. Учей на лишь хп брони совсем нет. Не точно было в этот момент рельса, но ничего, ребят. Некий сейв красного. Деф вернее. Не держи следующую рельсу, не держи. Не удалось и сделать фраг. Как же? Плюс бэбэчит вайзер. На тебе подарочек. Еще, может быть, а то хочешь. Красиво. Не лезет на рожон Алексей, понимая все риски. Только лишь за счет скорости слэш занимает позиции, которые явно диктуют законы, по которым должен действовать чейн. И так уже долго, ребят, со времен формирования этого третьего врага. Секунда до красного. Снизу заходит. Опасно. 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 Пусть. Красивая игра. Очень долго мучались. По праву. ГГС, ребята. Чейн на турнире. Эстоте номер 22. Забирает третье место. Сайфер переходит в гранд-финал, где будет с Рейзи бодаться за первое. ГГС, ребята, красивые игры.